Осторожно, злая собака! Именно этим надо руководствоваться, выходя на улицы нашего города. Увеличение количества бродячих собак – проблема, которая стоит уже давно. В любое время суток практически во всех районах столицы можно увидеть бездомных животных. И не по одному, и по два. Они ходят целыми стаями, пугая прохожих. И считайте, что вам повезло, если вы отделались просто из пуга. Нередко животные нападают на прохожих. В конце прошлой неделей на улице 8 июня собака покусала 9-летнего мальчика. Благо, очевидцы поспели вовремя и отогнали агрессивное животное. В городе проводится отстрел бродячих собак. Однако этот метод тоже вызывает возмущение у многих граждан из соображений гуманности. В условиях Южной Осетии пока нет другого способа обезопасить прохожих от агрессивных животных. В республике нет питомника для их содержания и средств усыпления. Проблема с бродячими бездомными собаками до сих пор стоит довольно остро. Хотя в управлении благоустройства города Цхинвал по сей день выполняется работа по их отстрелу. Однако хочется отметить, что таких собак в городе развелось столь много, что мы как бы не хотели не в силах выставить сотрудников в каждом районе города для быстрого решения задач. Тем не менее, мы уверены, хоть и медленными темпами, но доведем задачу эту работу до конца и обеспечить безопасность каждого жителя города. Если за бездомных собак никто не отвечает, то еще больше возмущения и негодования вызывает тот факт, что в городе часто можно встретить ухоженных с ошейниками домашних питомцев, которые гуляют сами по себе без хозяев. Беспечность многих граждан поражает. Владельцы выпускают своих подопечных на прогулку одних, забывая о безопасности сограждан, осознанно подвергают риску жителей нашего города, когда на собак не одевают даже намордник. По словам руководителя управления благоустройства, они устали взывать к сознательности таких любителей домашних животных. По его словам, были случаи, когда именно домашние питомцы, выпущенные на прогулку без присмотра хозяев, нападали на сотрудников благоустройства, когда те убирают улицы города ранним утром. Каждое утро им приходится выполнять работу с риском для здоровья. К сожалению, у нас нет в республике закона, который бы определял ответственность хозяев за их питомцев.